Упражнение улучшает подвижность тазобедренных суставов и гибкость позвоночника. Также оно эффективно устраняет боли в спине и улучшает осанку. И вам понадобится всего лишь 5 минут в день. Сегодня я расскажу вам об одном упражнении, которое приводит тонус организм и помогает в профилактике заболеваний сердца. Также оно эффективно устраняет боли в спине и улучшает осанку. При его регулярном выполнении происходит улучшение работоспособности лимфатической системы. И даже укрепляет иммунитет. Звучит здорово для одного упражнения, правда? Ставьте лайк, если согласны. Однако, стоит с осторожностью подходить к его выполнению людям, имеющим повышенное давление и острые фазы хронических заболеваний. Особенно если дело касается спины. Перед тем, как делать это упражнение, лучше проконсультироваться с врачом. Если вы живете в Москве, то сделать это можно в нашей клинике, перейдя по ссылке в описании или позвонив по номеру телефона, который вы видите на экране. Итак, это упражнение помогает нашей сердечно-сосудистой системе, так как позволяет размять наши мышцы, благодаря чему кровь начинает приливать к органам, свободней циркулирует по всему телу и питает ее кислородом. Также упражнение улучшает подвижность тазобедренных суставов и гибкость позвоночника. Это хороший вариант для растяжки и снятия напряжения из позвоночника, коленных сухожилий и мышц задней поверхности бедер. И вам понадобится всего лишь 5 минут в день. И показать, как выполнять это упражнение правильно, мне поможет Ксения. Ну а теперь само упражнение. Для его выполнения нужно встать на ноги, ноги ставим на ширине плеч, опускаемся плавно, обязательно не резкое движение. Сразу же фиксируем, чтобы голова, руки были максимально расслаблены и просто висели. Мышцы не держат в этой зоне нигде. Из этого положения мы начинаем спокойно, но глубоко дышать. При этом начинаем переступать, сгибая вначале одну ногу, потом другую. И повторяем это движение по 3 раза на каждую ногу. При этом возникает снижение напряжения в области длинных разгибателей спины. То есть мы фактически прорабатываем всю спину. Снимаем напряжение с среднеягодичной мышцы, которая является стабилизатором колена. Включаем заднюю группу мышц бедра. При этом будет разгружаться поясница. То есть мышцы при этом упражнении приходят в определенный баланс. Плавно поднимаемся. И таких подходов вам нужно сделать 3. Если вдруг во время упражнения закружилась голова, то остановите выполнение этого упражнения. И попробуйте сделать его в другой раз. Ежедневное выполнение этого упражнения благоприятно подействует на вашу осанку, а также иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось это упражнение. Также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. А с вами был доктор Длин. Всем хорошего дня и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok